Республиканская программа «Жил, строй, сбережения» стала финалистом всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов страны. Проект прошел отбор, проведенный агентством стратегических инициатив, было подано 1400 заявок. Опыт Башкортостана в дальнейшем планируют распространить на другие субъекты федерации. Госкомстроя республики собираются включить в «Жил, строй, сбережения» механизмы новой ипотеки под 6,5%, а также сельской ипотеки. По нынешним условиям программа «Вкладчик» накапливает средства на ежемесячно пополняемом счете, получая субсидии от государства. Премия составляет 30% от суммы пополнения, но и не более 3000 рублей. После этого можно взять ипотечный кредит по ставке ниже рыночной. Мы надеемся, что наши инициативы будут поддержаны правительством. И в этом случае срок накопления для участников программ «Жил, строй, сбережения» может быть сокращен с сохранением поддержки уже на этапе кредитования, что позволит снизить ставку по ипотечному кредиту для наших участников еще на 3% пункта. В настоящий момент кредит выдается по ставке от 5,5% и до 7%. С момента запуска программы в 2014 году ею воспользовались почти 10 тысяч жителей Башкортостана. Из них порядка 2,5 тысяч уже имеют льготный займ. В Башкортостане с начала лета вырос спрос на посуточную аренду жилья, восстановление рынка. Эксперты отрасли связывают с потоком командированных в регион, а аналитики с ростом туристов после смягчения карантинных мер. Из данных исследований о виду недвижимость Башкортостан вошел в топ-приоритетных регионов по краткосрочной аренде жилья. Чаще всего посуточно в республике жилье снимают жители Свердловской, Челябинской и Самарской областей. Доля направления от общего спроса по регионам составляет почти 30%. В свою очередь в тройке самых популярных маршрутов среди жителей Башкортостана стали Челябинская область, Татарстан, Санкт-Петербург. Предпочтение данным направлениям отдают до 20% жителей. Восстановление сегмента посуточной аренды жилья аналитики Авито связывают в первую очередь с ограничениями из-за пандемии. Это закрытие границ и риск заболеть коронавирусом. Поэтому россияне вынуждены путешествовать внутри страны. Однако эксперты рынка недвижимости рост спроса связывает с повышением деловой активности. Я не думаю, что посуточную аренду можно в первую очередь в масштабе России связывать с туризмом. Скорее всего, посуточная аренда здесь связана с другими вещами. В частности, например, с командировочными, с людьми, которые приезжают на заработки, ездят куда-то. Например, живут несколько дней в одном городе, потом куда-то уезжают на выходные к себе домой. Также специалисты отметили, что из-за пандемии спрос на посуточную аренду в Уфе упал примерно вдвое. Средняя стоимость сократилась на 20%. Несмотря на то, что после майских праздников интерес вновь начал расти, до прежних показателей пока далеко. До конца июля в Уфе завершат монтаж нового уличного кинотеатра. Он разместится в парке Гафури, который располагается на улице Зоргия, вдали от жилых домов. Площадку накануне осмотрел уфимский градоначальник Ульфат Мустафин. Как ранее сообщал наш телеканал, проект презентовали в мэрии. Дополнительных расходов на закупку оборудования для уличного кинотеатра не потребуется, так как диоидный экран 4 на 8 метров был приобретен ранее для проведения городских мероприятий. Всего на площадке смогут разместиться 54 легковых автомобиля. Чтобы не мешать другим посетителям парка, принято решение не устанавливать колонки. Звук можно будет настроить через блютуз и вай-фай прямо к аудиосистеме автомобиля. Также для киноманов проектом предусмотрен фудкорт с выбором еды и напитков. Мы рассчитываем, что вечером будет один сеанс в будние дни, пятница, суббота, возможно, воскресенье, по два сеанса. Соответственно, начало сеанса будет в вечернее время, ну и время начала будет соответствовать, так сказать, темноте, для того, чтобы качественная картинка показывалась, для просмотра передавалась. Ранее сотрудники мэрии провели мониторинг отзывов в соцсетях, из которого можно заключить, что молодые уфимцы в целом заинтересованы в создании такого уличного кинотеатра. Поэтому организаторы рассчитывают на скорую окупаемость проекта. Для пенсионеров и малоимущих граждан предполагаются скидки. В период действия режима повышенной готовности и вынужденных нерабочих дней уфимцы предпочитали тратить деньги на онлайн-обучение, медицинские и детские товары. Во время самоизоляции вполне ожидаемо серьезно сократился интерес горожан к одежде, косметике и ресторанам. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги», сравнив платежи пользователей с марта по май 2020 года с теми же показателями весны прошлого года. В марте и апреле количество платежей уфимцев за онлайн-курсы, лекции, тренинги и мастер-классы выросло в 4,5 раза. В мае спрос увеличился в более чем 10 раз. Средний чек по этому направлению составил чуть больше 3,5 тысяч рублей. В период самоизоляции на четверть вырос спрос на медицинские товары. При этом средний чек в марте снизился на 5% до 446 рублей. Также увеличился спрос на детские товары. Количество платежей выросло на 18%, а средний чек более чем на треть – до 1445 рублей. Сэкономить это весной горожанам удалось на одежде, косметике, фастфуде, кафе и ресторанах.